Это программа «Переломка». Есть такой стойкий стереотип, что рок и наркотики – вещи синонимичны и крепко-накрепко связаны. Так ли это на самом деле, узнаем сегодня у видеохроникера Уральса Свердловского рока Кирилла Котельникова, режиссер Кирилл Котельников. Здравствуйте, Кирилл. Вы фиксировали все события Свердловского рок-клуба, начиная с этапа его зарождения. Много было там наркотиков. Были ли они вообще? И насколько оправданы вот эти стереотипы, что рок и наркотики – это такие, в общем, связанные вещи? Вы знаете, говорю абсолютно откровенно, вот те наркотики в прямом смысле этого слова, то, о чем мы говорим, то, что колят себе в вену или курят, нюхают, по крайней мере, я не видел ни разу. И те, с кем я общался, так сказать, из музыкантов и с кем я бывал на совместных, так сказать, этих рок-тусовках, ни разу не доводилось видеть. Честно говорю, откровенно. То есть разговоров и мифов было больше, чем… Был алкоголь. Тут, конечно, скрывать не будем. Безусловно, был алкоголь, много алкоголя. Был алкоголь и на выступлениях. Был очень часто алкоголь, конечно, на… ну, скажем так, во время студийных каких-то записей. Потому что не будем забывать, что зарождение рок-клуба, я уже не говорю рока, а вот даже рок-клуба, все-таки происходило еще в советское время. Пусть это уже начиналась перестройка, но все-таки это еще был Советский Союз с его законами, которые, кстати говоря, очень сурово относились к наркотикам. И в том числе к употреблению. Я уж не говорю там про распространение. И это было, ну, как сказать, ну, что-то было такое. Ну, по крайней мере, вот для меня очень далекое. Очень далекое. И алкоголь, да, как я уже говорил, безусловно, это было. Вот. Может быть, вот это играло роль. Может быть, достать было трудно в то же время. Потому что, несмотря на то, что сейчас такая идет борьба, то достать – это же понятно, что… Такой яркой и заметной борьбы не было, но по факту… Дело в том, что таких размахов, конечно, масштабов таких не было, безусловно. Были, конечно, были и наркоманы, были и наркоторговцы, и наркотики немножко другие тогда были. Это я знаю исключительно из… со слов своего папы, который работал в уголовном розыске. Просто, безусловно, он мне рассказывал, что происходит. Ну, мало, мало. Кстати, мало было достаточно. По сравнению с тем, что сейчас их вообще, можно сказать, не было таких дел. А откуда вот этот вообще появился стереотип про рок-н-ролл наркотики? Я думаю, что это пришло с запада. И, главным образом, это началось еще во времена Битлз, насколько мне известно, с появлением синтетических наркотиков. ЛСД, по-моему, он назывался. Вот. Когда вот это движение хиппи, как им казалось, у них идет другая реальность. Ну, к слову сказать, наверное, для тех, кто видел в свое время вышедший фильм «Желтая подводная лодка» мультфильм, конечно, возникали мысли, что на здоровую голову придумать вот… Я в данном случае имею в виду не музыкантов ансамбля Битлз, а… Визуальный ряд. Да, скажем так, производителей мультфильма. Но, по-вашему, это все-таки заблуждение, что художник не может обойтись без вот такого допинга, который может вызвать зависимость у него, который может потом в конечном счете убить его и просто свести в могилу? Я считаю, что, наверное, какие-то… в целом допинг не нужен в искусстве. И если тебя это по-настоящему цепляет, для тебя вот, собственно, сам вот этот труд, он является так называемым наркотиком, ты не можешь без этого жить просто. Вот. И уже зная, какие есть музыканты, чокнутые в хорошем смысле слова, и некоторых просто… ему можно не есть, не пить, он будет… ему только надо этим заниматься, и все. Может быть, есть, конечно, определенные моменты, какой-то кураж, может быть. Но, вот вы знаете, доказано уже… при этом не надо думать, что я такой уж трезвенник, например, вот в отношении… Конечно, нет. Конечно, нет. Но, тем не менее, вот в кино актеры, как правило, не пьют, когда изображают пьяных. А точнее, никогда не пьют. Потому что сколько ни проводилось опытов, выпивший актер выглядит как раз неправдоподобно. А настоящему актеру сыграть пьяного – в два счета. Потому что, может быть, пьяный актер пытается выглядеть на подсознательном уровне трезвее. Может быть, не знаю. А вы же работали с западными музыкантами тоже. Да, работал. Да, там это… Я не могу, так сказать, ни разу не видел, скажем, в той же студии у Фрэнка Фариана, где записывались с Боннием. Хотя позже там, так сказать, очень много рокеров побывало. И, собственно, сам Фрэнк Фариан уже, так сказать, ближе к нашему времени вовсю ударился в рок-музыку. Ну, не могу судить, поскольку общение не такое уж было тесное. А вот была одна компания музыкантов, которые нам как раз помогали вот с этим контактом. И после съемок, значит, Фариана, когда у нас там, несмотря на ужасные трудности, но все-таки это удалось, и мы ночью уже возвращались из Германии в Люксембург, заехали на одну студию музыкальную. Ну, вот там, так сказать, дым трубой, дым, так сказать… Карамыслом. Дым карамыслом. Дым карамыслом. Ну, там дым был. Это была марихуана. У них, ну, мы пообщались, они так удивились, что мы, у нас съемочная группа, не покурила с ними. Я говорю, нет, ребят, ну, чего уж начинать, раз уж не пробовали, ну, зачем? Вот, нам и без этого хорошо. Ну, не знаю, в чем тут дело, может, отношения наши, так сказать. Для нас все-таки, еще воспитанников советской поры, все-таки наркотики, это что-то такое вот было там, на Западе. Вся эта, так называемая, токсикомания, что, по большому счету, та же употребление каких-то лекарств, там, вот то, что сейчас. Из-за чего, кстати, происходит, вот, на мой взгляд, чудовищный идиотизм, когда обыкновенные таблетки, содержащие тот же КДИН. А вот есть люди, на которых не действуют таблетки без КДИНа, мучаются с головными болями, все. Ты не купишь эти таблетки, то есть превращать в цирк, так скажем, поймать кайф, условно, можно от всего. Можно взять кирпич, ударить себя по голове, ну, что сейчас, кирпичи запретить, что-то, не знаю. Ну, вот, повторяю, я не могу сказать, что у нас это было развито. У вас был период, вы сотрудничали с ГУФСИН, снимали несколько фильмов о людях, которые попали за решетку. Вот по вашей информации, по вашим наблюдениям, насколько там невозможно достать наркотики, и когда наркозависимого человека отправляют за решетку, может ли это стать шансом на избавление от зависимости? Может, может. Я видел таких, которые полностью отказались. Например, был один, кстати сказать, человек, связанный с музыкой. Вот, он отбывал наказание во второй колонии, не буду просто его фамилию называть. И там он прекрасно, совершенно сочинял песни, исполнял их. Он, у него и статья была за наркотики, так сказать, и сам он их употреблял. Но когда он туда попал, он полностью, так сказать, вот отказался. И как раз так песни-то пел против вот этого всего. Вот об этой зависимости он пел. Вот, были такие примеры. Ну, были, конечно, такие примеры и обратные примеры. Конечно, можно. Безусловно, везде сложно придумать стопроцентную систему. Ну, возьмите даже те же заборы в колониях. Ну, теоретически, вот мы сейчас говорили про квадрокоптеры, которые сейчас маленькие, так сказать, летательные средства, летающие вертолётики какие-то. Даже на уровне детских игрушек. Перелететь через эту стену, да, два счёта. И ещё попробую его заметить. Ну, это уж я так, например. Перебросы всевозможные. Ну, и наверняка, конечно, постоянно же в сводках фигурируют какие-то там сотрудники, которые были. А что тогда, по-вашему, могло бы стать, ну, вот таким эффектным способом и профилактики, и борьбы? Например, там уголовные ответственности наказания не только для тех, кто распространяет, но и для тех, кто употребляет. Я понимаю, я вот выскажу своё мнение. Значит, ну, с одной стороны, нужно, конечно, попытаться, как это может быть. Видите, у нас сейчас на что направлена в основном пропаганда? Ну, как мне кажется, не употребляй... В смысле, не важно, что ты употребляешь, мы тебя возьмём, мы тебя вылечим, ну, всё. Может быть, было бы уж совсем честнее сказать, что очень сложно от этого вылечиться. Это даже не алкоголизм. Это всё-таки поглубже уходит в ткани человека, и поэтому, ну, даже на таком медицинском уровне. То есть вот с одной стороны, всё-таки тебе показать, что уж если ты не остановишься, то ты точно труп. Говорят об этом, конечно, но может как-то по-другому говорить, не знаю. А с другой стороны, вести ответственность за употребление. Ну, а какой ещё способ? А музыканты должны подключаться как-то, вообще в этом участвовать? Могут ли музыканты, с одной стороны, допустимо ли вообще использовать тему наркотиков в своём творчестве, и так или иначе о ней говорить, и про... Можно ли это читать пропагандой, если об этом говоришь, и, не знаю, название наркотиков, ну, ассоциации с ними используешь в текстах и так далее. И должны ли, наоборот, музыканты вот как-то там выступать против и... Нет, музыканты, ну, это, собственно, мне кажется, это... Как умиры, там, молодёжи. Ну, собственно, они ведь и выступают, как правило. Как правило, и периодически известные группы какие-то участвуют в фестивалях, там, рок против наркотиков. Всё это есть. А вот что касается использования вообще темы наркотиков, я считаю это, ну, скажу так, мягко, глупостью величайшей. Ну, что значит не показывать, так сказать, курящих всё? Да в конце концов, всё должно идти, опять же, от человека, от того, как он в семье воспитан. Здесь даже дело, наверное, не в школе, а вот эти вот отношения. Но недавно главный нарколог заявил, что каждый, кто курит, он в будущем наркоман, вот тут без вариантов. Ну, это сущая глупость. Как бы сегодня куришь, то завтра ты однозначно станешь наркоманом. Ну, простите меня, если бы сейчас можно было сказать, что я курильщик, ну, давайте так скажем. Представим себе, что я курильщик. Я могу сказать совершенно никакое. Это абсолютно разные механизмы. Это абсолютно. Да, конечно, есть зависимость от курения, от обычного курения. Но тут несколько разный эффект от употребления идёт. А к сегодняшней музыкальной тусовке, обращаясь, стало меньше зависимых от наркотиков? Думаю, да. Думаю, да. Но здесь, видите, здесь, конечно, ещё влияет то, что это очень хорошо. Вот хоть что-то подействовало. То есть хотя бы курить стало немодно. Всё-таки вот употребление табака уже стало немодным. И это замечательно. Замечательно. А во многом, ну, здесь есть немножечко, вот, так сказать, с алкоголем пересечения. Ну, как правило, наоборот. Говорят, что вот если человек выпивает, он обязательно будет курить. Вот это вот я обычно слышал. Хотя это тоже совершенно не так. Не во всех случаях. Но мне кажется, что сейчас и, безусловно, и курить стали. Обычные сигареты значительно меньше. И как-то вот и спорт, и всё. И потом всё-таки не надо забывать, что музыка и вот рок, особенно, так сказать, некоторые его виды, они требуют очень неплохой физической подготовки. Той же дыхалки, глотки, которую ты прокуришь просто. А уж про наркоту, ну, сложно судить. Мне кажется, что, ну, однозначно, мне кажется, что всё-таки меньше этого стало. Всё-таки меньше стало. Ну, и среди взрослых рок-музыкантов есть ведь такая тенденция. Люди, когда-то, может быть, там замечены, или те, кого мы подозревали в употреблении наркотиков, они сейчас яро выступают против, они становятся пропагандистами здорового образа жизни. Ну, это всё правильно. Это, так сказать, часто бывает. Может быть, вот ещё к вопросу, наблюдал ли я. Вот. Дело в том, что всё-таки я недаром сказал, что я могу себя причислить, что ли, вот к людям, которые вращались во всём этом с момента, ну, близкого зарождения рок-клуба. Но не рока вообще. Дело в том, что, когда я уже был в этой среде, ну, из наших групп, это в первую очередь, допустим, группа «Апрельский марш». Здесь мы, так сказать, с кем-то мы учились в одной школе в параллельных классах или там один другого, там, на год старше. То есть я имею в виду вот этот возраст. С более старшими такого-то плотного не было вообще. Может быть, это было у них. Вот. Может быть, это было у них. Не знаю. Просто врать не буду. Спасибо большое. Ну, и действительно важно понимать, что для того, чтобы просто оставаться на сцене, нужно обладать как минимум нормальным здоровьем. Если не говорить недюжинным, каким-то серьезным, то как минимум нормально. И вот, естественно, я недаром про это сказал. И даже уж если тот же, так сказать, алкоголь тебя сведет в конечном итоге в могилу, если ты будешь так достаточно плотно этим увлекаться, то, конечно, наркотические вещества, особенно все вот эти суррогаты, которые сейчас... Ну, там же... Я, конечно, не медик, не специалист, но там же эти процессы-то буквально за год происходят, и человек исчезает просто. И очень нехорошо уходит из жизни. Вот. Поэтому, конечно, да ты просто не сможешь играть и петь. Субтитры создавал DimaTorzok